Я приветствую подписчиков и зрителей канала, с вами Бадди. Продолжаем проходить очень хороший, напряженный и местами страшный экшен 2008 года Dead Space. Знакомлюсь я с этой серией игр в преддверии выхода. Третьей части. Остановились мы на том, что зашли вот в эту небольшую... Ну как небольшую? Довольно-таки большое помещение непонятное пока для меня. Что-то будет связано с гравитацией. Давайте разбираться. Этого парня давайте отсюда столкнем. Иди отсюда. Иди отсюда, говорю. Иди. Пока. Так, ну давайте что-то включать. У меня другой возможности нет. Если вы не можете спрыгнуть на поверхность, счетчик боеприпасов будет мигать красным. ЛТ плюс Игрек. Ой. И что дальше? Ой, жесть какая. Не, ну это прикольно, я не спорю. Весьма прикольно. Только вы поняли, куда мне теперь идти. Так, я так понимаю, куда-то сюда. Отлично. Так, здесь вход закрыт. Одну батарею надо вставить сюда. Вот она. Хорошо. Еще я видел там одну батарею болтающейся. Вдалеке. Вот эта тема с гравитацией, довольно-таки, для меня, по крайней мере, новая вещь. Интересно. Я вижу здесь... Две вот этих... Два вот этих аккумулятора. Куда их нужно присобачить? Давайте сначала сюда пройдем. Потом будем разбираться, походу, уже. Зона гравитации. Что это значит? Что мне нужны будут кислородные баллоны? Или то, что здесь гравитация на нормальном человеческом уровне? Так, дефибриллятор берем. Отлично. Отлично. Ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо. Я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Исак. Зона невесомости. Зона невесомости. Еще лезут. Блин, они тоже умные, парни. Да сдохни, сдохни. Страшные какие твари. Понятно, для чего вот эти взрывающиеся батареи здесь были размещены. Так, ну что, полетели? Не могу. Отлично. А что вот в этих дырах? Туда можно заползти, как думаете? По крайней мере, давайте попробуем. Да чего у меня эти батареи-то? Ладно, сюда, судя по всему, я запрыгнуть не могу. Ну, мне очень-то сильно и хотелось. Так, отлично, и сюда. Тогда отсюда я пришел. Отсюда уйду. Есть у нас все возможные прибомбасы для того, чтобы ту баррикаду взорвать. Зона гравитации. Так, давай теперь. У нас. Все, бежим, 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 бежим быстрее. Ой, блядь! Да откуда же ты взялся-то? О, здесь все так приглушенно. Сдохни, тварь. Быстрее, 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 быстрее аптечку. Отлично, и валим. Как я не люблю гадания. Да чтоб тебе! Так, все, заморозил его. Кличню отстрелил. Ногу отстрелил. И добиваем. Хорошо. Сюда я пройти не могу, да? Ну, видимо, еще придется вернуться. Так, давайте сохранимся, туда возвращаться уже я не хочу никаким образом. Хорошо. Отлично. Довольно неприятная получилась локация, не особо сложная, но какая-то она неуютная. Для меня, по крайней мере. Так, и теперь опять обратная дорога, да? Все то же самое. Творить. И все, в принципе, нам не больше не... Ой, блядь! Замри! Хорошо. И добиваем. Стазис определенно мне помог. Куда он еще шевелится, я не понял. Где они? Где-то внизу. У меня, кстати, еще есть стазис. Жрите своего товарища, сволочи. Да не вижу я их. Ладно, давайте спустимся и будем разбираться. А, вот он. Все, готов? Отлично. Такой ты мне нравишься больше. Так, с патронами проблемы. Там я уже... Там, кстати, можно стазис, по-моему. Маленько восстановить. Если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь. Нет? Нет, ошибся. Значит, надо быстрее просто отсюда валить. У меня еще импульсная винтовка, в принципе. В довольно хорошем состоянии. Я имею в виду бой запас. Так, что, сюда меня так и не пустят или пустят? Да что ж ты будешь делать-то? Там, ну, какие-то вкусные плюшки лежат. Почему меня не пускают? Схема импульсных заряда. Схема огнемета. Да, нет у меня то, что они просят. Обидно. Так, это что? Ладно, выходим. А какой черт надо делать дверью, в которую невозможно зайти? Так, дружище, я помню, ты башкой тут бился. Ой! Ой! Так будет лучше. И топчем их теперь. Ааа, сволочь я, я кахую. Ну ладно, с большинством из них мы разобрались. В принципе. Да сколько у вас здесь? Валим, 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 валим. У меня не так много стазится, чтобы с ними куролеситься. Валим, 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 валим. Здесь стазис был, нет? Мне показалось. Показалось. Какие-то лягушки или что это за хрень? Непонятно. Хорошо. Давайте сохранимся очередной раз. Завязали бы это на меню. Делалось бы намного быстрее. Или просто подошел, нажал и не надо 10 раз спрашивать, уверенно, не уверенно. Сохранилось и все. Так, здесь я ничего не могу себе подправить. У меня, кстати, ни аптечек, ни стазиса толком. Кстати, вот магазинчик, давайте немножко затоваримся. Так, что я могу купить? Загружена схема огнемет. Хорошо, загружена схема импульсной заряды. Отлично. 7900, да? Силовой узел. 10 тысяч. Вот для чего он мне нужен был. Для того, для открытия тех дверей, да, мне и нужен силовый узел, но он стоит 10 тысяч. У меня столько нету. Давайте возьмем аптечку. Зарядов. 4700 осталось. Воздушный баллон. Еще аптечку. Ну, на оставшуюся шиканем мы купим немножко патронов. Все. Так будет лучше. Теперь мы сможем взорвать это все дело и проникнуть дальше. Как-то странно все взорвалось, а нас не задело. Выходим. Хорошо, ты прорвался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Что-то то, что мы идем в морг, меня не радует вообще никаким образом. Говорит старший медик Николь Брэннон. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболеваний. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. На стол его. Сестра, держите крепче. Господи, конец записи. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверен, она где-то рядом. Николь, надеюсь, ты еще жива. Надпись на стене была. Извините, мы заполнены до отказа. Вообще, вот эти все шорохи, постоянно где-то по стенам ползающие твари, могут маленько сознание пошатнуть. Постоянно ожидаешь выскака этого гада-некроморфа одного или с друзьями. И когда он выскакит, это все равно всегда становится для тебя неожиданностью. Хотя все время этого ждешь. Ой! Кто ты, друг мой маленький? Ты какой-то песик местный, что ли? А, ничего себе песик там. Замрите! Один готов. Второй тоже. И патрончики у меня тоже закончились, хотя я и покупал. Так, я так понимаю, это и есть наш морг. Давайте начнем его изучение противочасовой стрелки, откуда пришли. Ну, он такой типичный морг, да? Кровогие отпечатки. Лазерный прицел. Судя по всему, его можно будет поставить на одно из наших оружий в инвентаре. А у нас, напомню, резак и вот такая импульсная винтовка. Пока я ей мало пользую, заставляю ее на крайний случай. С резаком пока неплохо справляемся. Так, батарея, да? Батарею куда-то нужно будет засунуть. Пока не вижу, куда. Так, это не капитан, нет? Нет, далеко не он. Ладно, я знаю, где батарея, но... Не знаю, где гнездо под нее. А вот все нашел. Я нашел в тебе применение, пошли. Хорошо. Дверь открыта. И светом озарилось местное помещение. Но все равно уютнее, чем было, по крайней мере. С этим спорить не надо. Что это у нас такое? О-2. А, он у нас и так, он на полной мощности работает заряд кислорода. Капельницы. Микроскопы. Ну, что еще в морге делать? Рассматривать все в микроскопы. И ставить капельницы. Так, что здесь? Шкафчики. Я, кстати, такие шкафчики раньше не открывал. Теперь понятно, что синий, значит, открытый. А я считал, что они все закрытые. Ну, век живи, век учись. Стазис бы мне маленько подзарядить, я был бы не против. Ладно, заходим. Такое же большое помещение. Еще больше крови и мяса на стенах. Блять! Не надо так бегать, я извиняюсь за мат. Давай, расплескивайся. Хорошо. Думал меня обмануть? У меня тесак-то и такой, и такой, и такой, вертикальный, и горизонтальный. Поэтому ты еще мал со мной тягаться. Ой, оля! А вот ты довольно большой. Но все равно тупой. Ладно. Как я уже говорил, поодиночке они особых угроз не представляют. Опять нужен силовой заряд. У меня его опять нету. Не накопил денег. Замри! Замри! Хорошо, еще один, да? Замри! А, его нету здесь! Твою мать! Ладно. Кто из вас еще живой? Хорошо. Это было опасно, но... Мы справились. Тяжело дышит наш друг Айзек. Плазменная энергия. Рюкзак полон. Чем он у нас полон там? И пульсные заряды у нас? Ну-ка, сколько у нас их? Ну да, очень много оружия. Давайте выкинем один. Если есть такая возможность. Хорошо. И возьмем плазменную энергию. Рюкзак у меня пока основное оружие. Есть, но если что, им в импульсной всегда есть приличное количество стреляться. Будем использовать его во время паники. Когда кроме как палить по сторонам, больше другого выхода не видно. Ой, какой длинный коридор. Так, ну судя по тому, что кто-то бежит. Я слышу. Моё имя Эйлен Фиск. Я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. И я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй? Кто здесь? Вы доктор? Почему все... Погодите. Я знаю вас. Вы Гаррис, заключенный в колонии. Вы убили ту миссисру. Помогите. Кто-нибудь, помогите мне. Умоляю. Твою мать. Харрис это тот, который шизофреник. Парень, про которого мы читали в одних же записях. Так, этот коридор... ...замкнутый. Он тупиковый. По-любому кто-то выскочит, но я не могу не проверить, что здесь лежит. Блин. Замри. Блин. Еще один. Ой, вас тут сколько, блин. Валим, 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 валим. Вали отсюда. Сколько у вас тут, блин? Че такие быстрые-то? Хорошо. Отлично. У меня один патрон остался. Хорошо, хоть аптечку одной я купил. Даже две использовал сразу. Я ожидал, что они отсюда вылезут, но не ожидал, что так много. Я какую-то записку взял в момент, когда они выскочили. Не особо успел ее прочитать. Хорошо. Давайте-ка возьмем немножко, походим с импульсной винтовкой, чтобы не тратить заряды. А то у меня совсем мало их. Практически то, что нашел сразу же в течение минуты-двух израсходы. Так, а как мне зайти и почитать записку, которую я не успел? Разрушить баррикаду, кейный капитан, журналы Мерсера. Наконец-то Юрген свнял моим уговором и показал записи с колонией. Это не то. Это не то. Здесь только... Голосовые, да, записи? Ну ладно, там какой-то список был фамилий. Я так поразумеваю, просто список работников и шумуры. Ой, она еще кого-то препарирует здесь? Сильная духом женщина. Она вообще жесть, что творит. Она его просто пилит. Я обалдею. Вот это жесть. Вот это цинично. Сначала я его всего изрезала себе, перерезала, причем тесаком таким приличным. Да. Ладно, продвигаемся. Давайте сохранимся, потому что с момента последней произошло довольно много неприятных стычек. Пока, слава богу, этими записями пользоваться не приходилось. Пока не умер. Но каждый раз, в любой игре, когда я это говорю, меня обязательно убивают. Ой. Это что? За дела такие? Исследовательский журнал, старший офицер по науке доктор Кейн, запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Уверен, это как-то связано с найденным обелиском, но, как именно, не установлено. Почти у 40% колонии. Мы еще в предыдущем психологическое отсрочное. Наиболее интересные симптомы. Вот, в этой ситуации. И станется галлюцинацией. В случае насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Доктор Мерсер предложил доставить нескольких больных на борт для обследования. К тому же психиатра колонии доктор Вэллен признался, что не может объяснить происходящее и зашел в тупик. Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера, но сейчас необходим его опыт. Нам нужно решение проблемы. И как можно скорее. Ладно, понятно. И понятно еще одно. У меня было 50 патронов, осталось 18. То есть для того, чтобы убить одну особь, нужно около 40 патронов. Но это же глупость, согласитесь? Поэтому и так много патронов на него дают, что у него больная сила маленькая. Так, отлично. Это морг, нет? Ладно, походим пока с ней. Ей, в принципе, тоже можно отстригать конечности. Но надо не забывать, что есть еще и режим альтернативного огня. Так, вот это вот не надо так делать. Открылась дверца морга. Да, попал я в морг, это очевидно морг. Голова отдельно, туловище отдельно. Ну а что? Почему бы и нет? Твою мать! Она схавала мое задание, вот тварь. Она просто захавала моего парня. Духнет, тварь. Хорошо. Хорошо, да хорошо, да ничего хорошего. Стазис! Твою ж мать! Валим, 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 валим. Твою мать! Да сдохни ты! Сдохни! Ой, ой, жесть какая! Ой, жесть какая! Беги, мой друг, у тебя жизни нет совсем. Все, окочурился? У меня нет аптечек. Никогда еще Штирлис не был так близок к провалу. Нашел, отлично. Нашли мы икс капитана. Икс, это, я так понимаю, какое-то индивидуальное... Индивидуальный журнал. Да уж было бы неплохо. Так, давайте перезарядимся. Что-то мне совсем не нравится эта импульсная пушка, зря я ее купил. Так, а почему я зайти сюда не могу? Он же отсюда вылез. А, нет. Могу. Кредиты. Что здесь еще, еще кредиты? А, нет, аптечка. Это более нужная вещь, хорошо. Ну, более-менее восстановили то, что потратили на этих тварей. Силовой узел. Я подобрал силовый узел, и теперь смогу пройти в какую-то дверь, которая будет заперта. Возвращаться назад я не хочу, я не настолько любопытен, чтобы проходить одни и те же локации по несколько раз, только ради того, чтобы зайти в какую-нибудь дверь. Текстовое сообщение, давайте почитаем. Медицинский журнал. Доктор Домус, патологоанатом. Отчеты о смертельных случаях на борту корабля. Объект Капитан, тот, с которого мы и собрали нужную нам информацию. Это моя скорбная обязанность сообщить всем о том, что Капитан Беджамин Матиус мертв. Сообщения о событиях, приведших к его смерти, крайне запутаны, поэтому мне приходится оперировать лишь данным вскрытием. Объект находился в прекрасной физической форме для своего возраста, хотя анализ крови обнаружил низкое содержание лейкоцитов при беспрецедентном высоком уровне зазинофильных лейкоцитов. Данные его предполетного обследования не содержат никаких указаний на то, что Капитан был чем-то болен. Хотя даже при нынешних показателях, аномальные крови не стали бы причиной смерти. Множественные ушибы на руках и предплечьях свидетельствуют о том, что объект перед смертью оказывал активное сопротивление. Кровоподтеки на грудной клетке заставляют предположить, что объект перед смертью был связан. Причиной смерти удар длинным тонким предметом в глазное яблоко с дальнейшим повреждением лобных долей мозга, что вызвало серьезную нейротравму с последующим летальным исходом. Чтобы нанести подобную травму, требуются значительные усилия, а вероятность несчастного случая с подобными результатами крайне мала. На основании всего вышесказанного я выношу предварительный вердикт. Насильственная смерть. Кто именно был ее причиной, находится уже вне моей компетенции. Это точно. Это точно. Так, здесь мы были. Давайте на лифту. Или на лифте. Кому как нравится, отправимся в следующую локацию. Хорошо, что не приходится идти обратно. Так, что у нас здесь? По-моему, я вернулся, да? Туда же, куда я был. Нет? Да, я здесь был. Я здесь был, мед пиво пил. Уйди, твою мать! Да че ж такие ноги-то у тебя крепкие, тварь. Хорошо. Да, импульсная пушка намного слабее, чем наш резак. Ну, баланс, в принципе, соблюден. Поэтому на нее и больше дается патронов. Так, 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 че за движуха? Так, мне в ту сторону, отлично. Айзек! Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь. Найду в чем загвоздка. Хорошо. Давайте на этом, наверное, серию закончим. И отправимся в следующее уже по новому заданию. Прямиком туда, куда мне показывает маркер. В принципе, все в игре устраивает. Довольно часто я пугаюсь. Неожиданные появления этих монстров. Некоторые из них особо устойчивы к моему воздействию. В любом случае, будем продолжать. Даже несмотря на такие темные, не блещущие разнообразием локации. Надо сказать, что... Ну, в принципе, чтобы придать достойный облик такому скучному антуражу достаточно хорошего качественного освещения. А здесь с этим полный порядок. Выполнено это все на очень высоком уровне. Несмотря даже на то, что я играю 5 лет спустя выхода игры. Все меня устраивает. Будем продолжать. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Anybody Playing. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok